Добрый вечер, уважаемые участники вебинаров о криптовалютах. Мы рады вас приветствовать на этом замечательном событии. Сегодня наверняка вы уже многое слышали о криптовалютах, и теперь мы вместе обсудим те основные нюансы, которые нас будут сопровождать в ходе работы с этим активом. И, конечно же, затронем основные новости, а также торговые стратегии, которые можно использовать в работе с криптовалютами. Прежде всего, организационный момент. Хотелось бы понять, хорошо ли меня видно и слышно всем участникам данного события. И после этого мы уже перейдем к изучению того материала, который мы для вас с удовольствием подготовили. Судя по плюсикам в общем чате, я вижу, что мы можем начинать, так как у нас хороший звук и картинка. Отлично, начнем с небольшой презентации, которая затронет основные теоретические аспекты данной сферы, потому что не секрет, что многие очень хорошо и много слышали про тему криптовалюты в СМИ, по телевизору, в интернете. Очень много информации сейчас на данную тему, но очень мало кто разбирается в самой сути данной технологии. А главное понимать даже не суть, а то, как мы можем использовать это в нашей повседневной жизни. И, конечно, нас прежде всего интересует, как мы можем излечь потенциальную прибыль или доход из тех знаний, которыми обладаем. Поэтому сейчас после небольшой презентации, повторюсь, которую мы для вас подготовили, мы перейдем в торговую платформу и уже на практике рассмотрим те тренды, основные тенденции, которые складываются по криптовалютам, и обсудим те торговые возможности, которые будут нас ожидать уже в самые ближайшие дни. Итак, я так понимаю, что вы все видите первый слайд презентации, что такое криптовалюты и как можно на них заработать. В общем, поехали. Что такое криптовалюты? Это, прежде всего, актив, который полностью является виртуальным или цифровым. То есть к нему нельзя прикоснуться, пощупать его руками, как привычные банкноты, которые есть у нас в кошельке, но, тем не менее, на данный актив можно совершить самые различные покупки и делать различные переводы как между участниками системы, так и за ее пределы. То есть проще всего понять суть, например, биткоина, который является главной криптовалютой с помощью обычной платежной системы. Может быть, вы слышали о том, что такое, скажем, Яндекс.Деньги, WebMoney, либо Skrill. Я уверен, что многие из вас даже пользовались этими системами. То есть у вас есть некий кошелек, которому проще всего получить доступ именно посредством онлайн-сферы в интернете. И вы можете видеть некий баланс на вашем счете и, конечно, распоряжаться полностью этими суммами. То же самое и здесь, только мы на счете имеем не доллары, рубли или евро, а имеем некую другую валюту, которая называется биткоин, либо как-то еще. То есть забегая вперед, отметим, что на сегодня уже более тысячи различных криптовалют. Существуют специальные платформы по созданию новых. То есть каждый из вас, даже я, например, мы можем создать криптовалюту. Другое дело, чем она будет обеспечена, кто о ней узнает и кто ей будет пользоваться. Но об этом несколько подробнее мы расскажем далее. Как я уже отметил, биткоин – это самая первая криптовалюта. Появилась она, казалось бы, относительно недавно, в 2008 году. То есть ей нет еще и 10 лет. Но, тем не менее, она имеет уже колоссальную популярность. Главное преимущество, которое отмечалось изначально, и вот ответ на вопрос, почему мы должны использовать именно криптовалюты, скажем, а не более привычный метод расчетов, например, банковские карты, либо платежные системы, те же, о которых я уже вкратце сказал, это принцип анонимности. То есть если мы будем вдаваться в суть самой технологии, то выяснится, что абсолютно каждый участник системы биткоин может видеть информацию по любой транзакции, но при этом не будет видеть никакие контактные данные от правителя и получателя. То есть я могу направить сумму, например, кому-то из вас, уважаемые участники вебинара, и при этом любой из нас, а также третий лиц смогут видеть, например, сумму, да, либо дату транзакции, но не увидят ни мое имя, ни ваше. То есть вот именно это изначально было одним из тех факторов, которые заинтересовали людей, и, конечно же, появилось большое количество энтузиастов на старте. Но сейчас, если мы говорим о том, почему мы вообще узнали о гриптовалютах, и почему нам это так интересно, так это то, насколько сильно двигаются данные активы на торговых площадках. То есть мы с вами можем на специальных площадках, будь то терминал брокерской компании, либо криптобиржа, о чем мы тоже поговорим далее, совершать сделки по данным активам, и учитывая то, как сильно они изменяются в цене, например, в 2008 году, либо в том же 2010, когда все только начиналось, биткоин стоил буквально меньше 1 доллара, то есть его можно было купить за, точнее, на 1 доллар можно было купить несколько тысяч даже биткоинов изначально. И, может быть, вы слышали такой случай, как некто в 2010 году на специальном форуме в интернете решил заказать себе пиццу, предложив взамен 10 тысяч биткоинов на тот момент, и я думаю, что он мог очень сильно об этом пожалеть, если бы узнал, какова будет котировка данного актива, например, в 2017 году, либо раньше мы также могли видеть значительные всплески стоимости именно данного актива. Но на самом деле о причинах столь взрывного роста мы также поговорим несколько далее, пока же важно просто понять суть. То есть это обычный метод расчетов, либо оплаты каких-то покупок, только основан на инновационной технологии, можно назвать в какой-то мере ее гениальной, но в такие технические подробности мы сегодня вдаваться не будем, остановившись лишь на том, что реально может нам пригодиться в повседневной жизни, и остановимся на том, как можно заработать на данной сфере. Как видите на слайде, новые биткоины появляются в качестве вознаграждения, прежде всего, то есть существует два основных варианта получить себе на кошелек криптовалюту. Первый – это просто купить ее за обычные деньги, воспользовавшись, скажем, обменным пунктом, либо той же биржей. А второй способ – это создать ее на своем же, собственно, компьютере. Правда, для этого потребуется довольно серьезная мощность вашего компьютера. Да, я остановился, потому что у Георгия нет звука, насколько я вижу, но вознагражденных участников есть. Да, поэтому продолжаем. Итак, мы говорили о том, что есть два способа получить криптовалюту, и второй – создать ее самому на своем компьютере. Но, опять же, это процесс не такой простой уже. Если несколько лет назад можно было заниматься так называемым майнингом, то есть добычей криптовалюты, как очень прибыльным делом, то сейчас нужно отметить, что окупаемость данной сферы стала значительно сложнее, занимает очень много времени. Почему? Потому что появились очень крупные участники данного рынка. Прежде всего, эксперты отмечают, что в Китае довольно большое количество так называемых криптоферм. Ну и на самом деле в России их тоже уже довольно много. И наряду с США эти страны являются лидерами в этой сфере. Но, опять же, скорее, по неофициальной информации. Нас сегодня будет интересовать способ получения дохода все-таки не майнинг, то есть не производство криптовалюты на своем компьютере, а именно трейдинг криптовалюты. Потому что этот метод более прост в техническом плане, плюс позволяет получать значительную прибыль не только за счет роста стоимости криптовалют, но и за счет снижения их стоимости. Это важное отличие. Если майнинг, скажем, у вас будет невыгодным в случае снижения котировки биткоина и прочих криптовалют, то, занимаясь торговлей криптовалютами, вы сможете получать стабильно прибыль даже при снижении курса. Об этом, опять же, чуть позже. Ну, вот еще один фактор, который так сильно влияет на увеличение стоимости биткоина. Все просто. Их количество заранее известно и ограничено отметкой 21 миллион. Если вы изучали даже самый базовый курс экономики, то знаете, что если предложение ограничено, то есть какого-то товара очень мало, то, конечно, цена на него растет и спрос будет увеличиваться. Вот именно этот фактор послужил одним из первых причин того, что цена биткоинов начинала увеличиваться. Что касается того, как и где можно хранить биткоины, мы проводили параллель с платежными системами, но все-таки биткоин не совсем платежная система в привычном понимании, потому что их можно хранить не только на специальных кошельках в интернете, но и на жестком диске компьютера с помощью специального программного обеспечения и даже на мобильном устройстве. Опять же, примечателен, забавный, но и, конечно же, с какой-то стороны печальный, случай того, как житель Великобритании еще в 2012 году случайно повредил свой жесткий диск, на котором находилось около 15 тысяч биткоинов на тот момент. Он также покупал их в самом начале по очень низкой цене и никак нельзя восстановить тот ключ, уникальный кошелек, никак нельзя получить доступ к своей валюте, если, скажем, наш жесткий диск оказывается уничтоженным. Но, опять же, проблема решается с помощью хранения все-таки на кошельках в онлайн-сфере, в интернете, потому что, опять же, мы в таком случае будем защищены от каких-то внешних факторов. Ну и, опять же, про мобильные устройства мы тоже сейчас не будем говорить, останавливаться на этом. Наша рекомендация, опять же, если вы все-таки имеете уже криптовалюту, либо собираетесь с ними работать, заключается в том, что нужно пройти регистрацию на сервисе онлайн-кошелька. Их довольно много, на официальном сайте биткоина, bitcoin.org, можно всю эту информацию получить о тех кошельках, которые рекомендованы. Но, опять же, наверное, даже более удобным будет факт хранения их в виде специальных производных инструментов, то есть то, чем мы торгуем у себя на торговых счетах через компанию Amarkets в терминале MT4. Об этом, опять же, позже поговорим. То есть как можно избегать рисков, связанных с хранением криптовалюты, и при этом зарабатывать на движениях по ней. Итак, выделили несколько основных тезисов, почему биткоин будет расти и дальше. На самом деле все довольно просто. И, конечно, биткоин в какой-то степени является уникальным активом, мы об этом тоже поговорим. Это своего рода черный лебедь, то есть то, чего раньше не было. И те возможности анализа, те инструменты анализа, которые мы обычно используем при работе с активами в виде валютных пар, либо акций, например, здесь могут не работать. То есть если, скажем, кто-то бы увидел подобный рост на тысячи процентов за столь короткий промежуток времени, скажем, по какой-то акции, либо валюте, то уже можно было с уверенностью говорить о том, что близка коррекция, и мы обязаны продавать этот актив. Но вот что касается криптовалют, то здесь ситуация несколько иначе выглядит. И вот почему. То есть прежде всего мы уже говорили о том, что технология сама способствует росту биткоина. То есть с каждым определенным промежутком времени усложняется добыча новых биткоинов. Помимо этого мы говорим о том, что ограничена конечная стоимость, а точнее конечное количество единиц криптовалюты. И поэтому, вот опять же, мы видим рост котировок. Помимо этого, если частные инвесторы, такие как мы с вами, например, можем без труда торговать с криптовалютой сейчас, могли делать это ранее, то вот крупные участники рынка, такие как, скажем, хедж-фонды, инвестиционные банки, прежде всего США и Китая, пока не имеют официальных полномочий на работу с данным видом активов. И вы сами понимаете, что большая часть средств общемировых находится именно под контролем данных участников финансовых рынков. В данный момент они торгуют в основном апплигациями, то есть долговыми бумагами, отчасти акциями и валютами. Но вот как только появится у них возможность выйти на рынок криптовалют, мы сможем увидеть взрывной рост дальнейший, и биткоин и прочих криптовалют могут вполне прибавить не просто десятки или сотни процентов, а вырасти во много-много раз. Опять же, в силу того, что новый поток ликвидности, так называемый, то есть новый поток просто денег, начнет поступать в эту сферу. Опять же, здесь вопрос встает с регулированием. Вот последний пункт на данном слайде касается именно этого. Почему в этом году мы увидели столь сильный рост котировок? Все просто, 1 апреля текущего года Япония официально признала биткоин платежным средством. Не нужно смотреть на дату 1 апреля, она только отчасти кажется такой днем шуток, но вот именно это признание совсем не шутка. Именно благодаря данному событию биткоин вырос очень сильно в мае. Мы дальше посмотрим график данного инструмента, хотя, возможно, вы его очень хорошо уже знаете и видели. Именно после данного события начался мощный импульс, обновление локальных максимумов и увеличение котировок в несколько раз. Далее, о чем еще стоит сказать, так это то, что очень многие из частных инвесторов, не говоря про крупный капитал, не знают о криптовалютах, либо боятся пока вкладывать свои средства в данный метод платежа. Можно провести простую аналогию с таким изобретением, как интернет. Многие замечают, что технология блокчейн, на которой сделан биткоин, по сути является чем-то похожим. То есть мы также пока еще находимся в самом начале изучения данной технологии, не знаем всех ее возможностей, и поэтому с течением времени мы только начнем понимать, насколько это может быть полезно для мира в целом. Вот буквально сегодня была новость о том, что такая криптовалюта, как Ripple, она стоит, точнее стоила всего лишь 13 центов несколько дней назад, а сегодня она стоит уже 26, то есть увеличилась в два раза. Так вот, Ripple активно уже используется банками всего мира, для того, чтобы сделать более эффективными их процесс обработки платежей. То есть, как это ни странно, но банки уже, несмотря на всю их, скажем, отчасти бюрократическую составляющую и низкую способность к переменам, к инновациям по сравнению, скажем, с некоторыми другими сферами, так вот они уже активно используют криптовалюту для того, чтобы оптимизировать свои процессы и часть своих средств переводят и между собой взаимодействуют именно на основе криптовалют, и в частности криптовалюты Ripple. Поэтому, опять же, вот польза криптовалют еще недооценена, на наш взгляд, и только спустя некоторое время мы сможем понять всю силу данной технологии. Поэтому, опять же, пока, скажем, рядовые инвесторы могут несколько настороженно относиться к данному активу и постепенно только лишь свои средства использовать именно в качестве криптовалют, то есть переводить обычные деньги в криптовалюты. И вот это также будет оказывать влияние на котировки криптовалют, потому что будет обеспечиваться новый приток ликвидности, о котором мы уже говорили, в данную сферу. Психология рынка, об этом стоит сказать отдельно, конечно же, она будет помогать и далее криптовалютам, но вот отчасти она иногда и мешает. На что оказывает влияние психология рынка и его участников? Прежде всего, на волатильность, то есть на то, как быстро, как сильно изменяется цена какого-то актива с течением времени. Потому что люди, инвесторы, движимые своими эмоциями, которые сначала хотят очень много и быстро заработать, вкладывают свои средства в рост актива, порой с завышенными рисками, и затем также быстро пытаются от этих активов избавиться в случае какого-то малейшего негатива, который в целом на рынок никак не может повлиять. И вот все это влияет на волатильность, на то, как быстро двигаются криптовалюты. Опять же, стоит сказать, что если мы возьмем общую капитализацию, то есть посчитаем, сколько всего денег, скажем, сейчас находится в криптовалютах, то окажется, что это очень-очень маленькая сумма. То, о чем мы уже отчасти сказали. И поэтому любой шаг какого-то крупного участника к покупке или продаже биткоинов, например, может сильно двинуть рынок в ту или другую сторону. Вот опять же, этим также вызвана повышенная волатильность. Но, опять же, в среде трейдеров говорят о том, что волатильность – это главный помощник и, по сути, все то, что нужно трейдеров для того, чтобы зарабатывать. То есть, если актив все время стоит на одном месте, скажем, если сегодня акция стоит 100 рублей, и через год она тоже стоит 100 рублей, то это никому не интересно. На этом мы заработать никак не сможем. А вот если, скажем, будет рост, ну или падение, то есть изменение какого-то актива на десятки процентов за несколько дней, вот на этом уже можно очень хорошо заработать при правильном подходе, снизив свои риски. Риски у нас также остаются под контролем в любом случае, да, мы это тоже обсудим чуть позже, но при этом мы получаем саму возможность совершать сделки с хорошей вероятностью получить прибыль в десятки процентов. Ну, опять же, про неоцененность данной технологии мы уже сказали, поэтому двигаемся дальше. Как уже было обозначено ранее, торговать с криптовалютами, то есть совершать сделки по покупке или продаже криптовалюты по отношению к другой криптовалюте, либо к, скажем, доллару, можно на специальной бирже криптовалют, либо через брокерскую компанию. Вот компания Markets, которая для вас проводит данный вебинар, является именно брокером в прямом смысле, да, что называется. Обсудим плюсы и минусы торговли через биржу криптовалют и брокерскую компанию, потому что изначально криптовалюты торговались только на биржах, но если вы хотя бы чуть знакомы с данной сферой, вы наверняка слышали про многочисленные скандалы, связанные с данной сферой. Вот примечательный факт, что в 2013 году объявила о закрытии крупнейшая биржа криптовалют, и правильно мне подсказывает в чате Денис, MT-GOX на самом деле просто прекратила свою работу, сославшись на то, что больше не может выполнять свои обязательства. То есть, если мы говорим про биржу криптовалют, то это просто интернет-присутствие, во-первых, да, вот об этом стоит говорить. Помимо этого, нет регулирования. И, кстати, возвращаясь к теме с закрытием биржи, в 2013 году это была одна из трех крупнейших бирж по обороту биткоина. То есть, почти треть операций с биткоином проводилась именно на данной бирже криптовалют. То есть, вы можете сами судить о масштабах потрясения, которое произошло. Конечно, если мы обратимся к графику, то увидим, что биткоин очень сильно потерял в цене именно после тех событий. Потому что рядовые инвесторы, кто просто работал, либо вкладывал в биткоин, потеряли веру, да, потеряли веру в репутацию криптовалют просто на основе того, что вот работала такая недобросовестная компания. Если мы более подробно рассматриваем, ну, на самом деле, да, верно мне подсказывают еще и про недавний пример с биржей BTC, на самом деле, этой ситуацией заинтересовался ФБР, да, то есть, и просто пришли в офис к данной компании, арестовали все сервера, всю наличность, в том числе клиентскую, да, которая была на счетах, и пока вообще неизвестно. Пока вообще неизвестно, будет ли возврат тех денег, которые трейдеры перевели на свои торговые счета, вот этой биржи криптовалют. Пока по последним новостям, в сентябре обещают начать выплаты, но опять же, насколько вы понимаете, учитывая, что нет регулирования данной сферы, я говорю именно о биржах криптовалют, а не о брокерских компаниях, надежда на то, что будет возврат, она весьма невелика, потому что счета арестованы, и неизвестно на самом деле, что руководство компании с ними будет делать. В общем, ситуация очень туманная, непрозрачная, а инвесторы и трейдеры, которые там работали, находятся в подвешенном состоянии и пока не могут совершать сделки по покупке-продаже криптовалют. В отличие от бирж криптовалют, брокерская компания имеет не только сайт в интернете, но и физическое присутствие. Например, компания Markets имеет офис в Казахстане, Черногории, вот-вот будет офис в Грузии и так далее. То есть компания, на самом деле, международная, имеет присутствие в многих странах. Помимо этого, если мы затрагиваем вопросы регулирования, то клиенты брокерской компании защищены на сумму до 20 тысяч долларов по каждой претензии от регуляторов Financial Commission. Вы можете прямо сейчас набрать в поисковике вашего браузера данное словосочетание, и у вас первая организация, первый сайт выдачи будет касаться данного регулятора, где вы на самом деле сможете всю эту информацию еще раз перепроверить. Если мы будем дальше сравнивать биржи криптовалют и торговлю через брокера, то еще стоит отметить вопросы пополнения и снятия торгового счета. Вот чтобы пополнить счет на биржи криптовалют, вам необходимо пройти несколько этапов обмена. То есть сначала, скажем, вам нужно, ну, допустим, у меня есть только банковская карта, либо счет, и нет каких-то платежных систем, и, конечно, тем более нет биткоин-кошелька, да, предположим. Мне сначала нужно будет совершить первый обмен, например, на систему OkPay. Обычно биржи криптовалют работают с системами OkPay либо PerfectMoney, вот из таких, которые более-менее известны. Все остальные платежные системы, лично мне, например, не были известны в опции, да, из тех, которые я видел. И затем уже с этой системой OkPay либо PerfectMoney, предположим, нужно будет сделать перевод на саму площадку. И то это при наличии возможности, в принципе, пополнить счет в долларах, потому что большая часть криптовалют, точнее, биржи криптовалют, наверное, 90% уж точно принимают только сами криптовалюты. То есть у вас уже должны быть биткоины либо другие виртуальные валюты на руках, чтобы вы смогли пополнить счет и торговать у них. Что касается торгового счета у брокера, то вы имеете в своем распоряжении более десятка различных способов пополнения и снятия, в том числе привычные пополнения по номеру карты либо банковским переводом, те же известные платежные системы, WebMoney, Skrill, Яндекс.Деньги и многие другие. При этом комиссия компенсируется на пополнение счета, и вы получаете, значит, ровно ту сумму, с которой хотели бы начать торговлю, не теряя на комиссиях за конвертацию. Потому что когда я пытался пополнить свой счет на бирже криптовалют, я потерял порядка 10-15%. Терял обычно столько при переводе, скажем, суммы с карты изначально на счет биржи криптовалют. Помимо этого, если вы видели личный кабинет биржи, то там чаще всего довольно неудобный график, неудобный функционал для торговли, для технического анализа. И все это, конечно, мешает правильно анализировать рынок, мешает правильно выставлять заявки, и, конечно, сказывается на общей эффективности работы. Что касается брокера, то используется платформа MetaTrader 4. Если вы, опять же, в интернете посмотрите информацию, то узнаете, что это самая востребованная платформа в мире. Она же самая простая. То есть, буквально, посмотрев, скажем, 10-минутный ролик, вы сможете овладеть данной платформой и, более того, получить целый комплекс инструментов для технического анализа. Мы чуть позже перейдем в этот терминал, я вам наглядно покажу, какие возможности там открываются. Тот же, если вы сталкивались с трейдингом, то вам знакомо понятие технический анализ, когда просто глядя на график, можно выявить определенные тенденции и спрогнозировать дальнейшее движение цены. Далее, срок работы без криптовалюты обычно составляет всего лишь несколько лет. Они появились, скажем, в 2013-2014 году, большая часть из них. Брокер же может похвастаться тем, что, например, компания «Маркет» уже 10 лет на рынке, в этом году как раз-таки в октябре мы отмечаем наш юбилей. Я вижу, что появились комментарии о том, что якобы это какая-то рекламная запись. Отнюдь нет, мы просто констатируем факты, то есть вы на самом деле можете собрать информацию в интернете и сами в этом убедиться. Именно в том, почему удобнее торговать через брокерскую компанию, и рано или поздно, я уверен, что все трейдеры, которые занимаются криптовалютами, перейдут от бирж к брокеру. Причем я не стремлюсь вам сказать, что чтобы вы торговали именно через нас. Я просто говорю о том, что брокеры предоставляют лучшие условия и имеют торговля через них ряд преимуществ. Поэтому вы можете выбрать любую компанию. Опять же, мы ничего не рекламируем. Такую цель мы не ставим. Вот, по сути, на этом завершается наш теоретический блок. Это первая часть нашего вебинара, о чем мы хотели вам рассказать. Сейчас мы перейдем в торговую платформу, чтобы вы смогли увидеть, как это все работает. И параллельно с этим обсудим основные торговые возможности, которые открываются на ближайшую перспективу. Я уже говорил о том, что прогнозировать рынок криптовалют на самом деле не так сложно, учитывая те тенденции, которые мы уже имели возможность наблюдать в последние месяцы и годы. Поэтому наша цель сейчас вам это подтвердить. Сейчас я запущу показ экрана, чтобы вы могли видеть то же самое, что вижу я на своем экране. Мы перейдем уже в платформу, которая называется MetaTrader 4. Прошу вас поставить плюсики, если вы сейчас уже увидели мою рабочую область, либо увидите в ближайшие секунды. Да, отлично, я вижу, что уже вы можете видеть мой экран. Да, спасибо, можно дальше плюсики не ставить. Вот я буду говорить прежде всего про нашу компанию, инструменты, которые есть у нас. Мы предоставляем пока 8 основных криптовалют для торговли. Это пары с долларом США. То есть, например, вы можете видеть в терминале. Именно так он выглядит. У нас есть несколько областей. Это график. Под графиком располагается торговый область, где мы видим состояние нашего счета, либо открытые сделки. И слева от графика мы видим различные активы, в том числе криптовалюты. Вот криптовалюты у нас отображены на оранжевом фоне. И мы, скажем, можем видеть прямо сейчас пару BTC и USD. То есть это биткоин по отношению к доллару США. График тоже у нас уже перед глазами. Это дневной график изменения цены. Вот если мы уменьшим, то мы можем увидеть то, насколько сильно он рос в последние годы. И кажется, что дальше расти уже некуда. Но опять же, в силу неких причин, эти тенденции вполне имеют шансы на продолжение. Познакомлю вас с теми криптовалютами, которые есть у нас. Это эфир, помимо биткоина, плюс эфир полосейка. Это ответвление от эфира. Если вы активно работали, либо знаете про сферу криптовалют, то, наверное, слышали эту ситуацию, как из одной криптовалюты иногда становится, иногда получается две. То же самое произошло и с биткоином. Появился биткоин кэш буквально несколько дней назад, недели-полторы назад это произошло. И, кстати, биткоин кэш уже успел вырасти в 2 или 2,5 раза, если я не ошибаюсь, с момента появления. Причем никак на цену самого биткоина это не повлияло негативно, наоборот, был позитив после этого. Вот чуть-чуть забегая вперед, отметим, что вот это движение с 3300 долларов до 4300, почти на 1000, более чем на 1000 долларов, во многом произошло благодаря тому, что спал негатив по поводу возможного разделения одного биткоина на две ветви, то есть на биткоин и биткоин кэш. Это прошло без каких-то технических проблем, поэтому очень много позитива на рынок данная новость принесла. Далее, что еще есть у нас для торговли, это Zcash, затем есть Monero, возможно, вы тоже слышали про данную криптовалюту, отметим, наверное, чуть позже, хотя можно и сейчас кратко сказать, то, что буквально несколько дней назад, 21 августа, эта криптовалюта просто удвоилась в цене, и на самом деле такое случается регулярно. То есть она долгое время котировалась ниже, отметки в 50 долларов, но стала стоить уже почти 100, то есть 99,8 был ее хай, то есть максимальное значение, оно было зафиксировано 23 августа, то есть буквально вчера. Сейчас мы видим коррекцию по данному активу, что опять же говорит нам о повышенной волатильности по данным активам, и о том, какие движения могут нас ожидать в случае, если мы работаем с криптовалютой. Да, если какие-то вопросы появляются по отображению, по трансляции, пожалуйста, пишите их сразу, чтобы мы могли реагировать. Насколько я понимаю, мое изображение в правом верхнем углу пока мешает смотреть на график, поэтому я буду стараться отображать информацию несколько по-другому на самом графике. Итак, помимо выше обозначенных криптовалют мы предлагаем Litecoin, Dashcoin и Ripple. Вот о Ripple мы тоже уже несколько слов сказали, он у меня открыт также перед глазами. Одна из, точнее, самая дешевая криптовалют, из тех, которые мы предлагаем клиентам, долгое время стоила около 14-16 центов, но вот также несколько дней назад удвоилась в цене и стала стоить уже почти 30 центов. Сейчас мы также наблюдаем некую коррекцию по данной криптовалюте. Отметим общую тенденцию, которая есть по всем криптовалютам, это нахождение в условиях боковой консолидации какое-то время и затем обновление максимума на повышенном объеме и дальнейший рост, причем очень резкий. То есть вот на примере как раз-таки Ripple мы можем выявить общую тенденцию, которая была и по биткоину в том числе. То есть мы видим некий элемент боковой консолидации, я повторюсь, то есть она находится в рамках какого-то узкого диапазона, допустим, с 14 до 16 центов и затем просто выстреливает резко вверх, обновив изначально свой прошлый максимум, а после этого уже в криптовалюту приходит повышенный объем. Вот если кто-то из вас работал уже с биржей криптовалют, то возможно вы также могли наблюдать резкое увеличение объемов в каком-то инструменте после обновления максимума. На самом деле эта стратегия пришла с фондового рынка США, именно там, торгуя акциями небольших компаний, которые также очень сильно и резко могут вырасти в цене, вот было обнаружено, что правильнее всего будет покупать при обновлении максимальных значений. То есть есть две основные стратегии, если мы говорим про работу с биткоином, стратегии того, как его можно покупать, чтобы сделать это максимально эффективно. Первое – это воспользоваться обновлением максимальных отметок прошлого, то, о чем мы уже поговорили, сейчас я вам покажу на графике, как это работает. И второе – покупать на откате, то есть покупать после коррекции. Причем покупка на коррекции носит более долгосрочный характер. Вот мы видим, например, сейчас я обозначу на графике области коррекции, которые были желтым цветом, и мы видим, что после того, как биткоин корректируется, его начинают выкупать. То есть есть момент времени, когда становится понятно, что дальнейшие продажи невозможно, что это просто психологический эффект, опять же, то, о чем мы говорили. То, что кто-то сбрасывает большие объемы, фиксирует свои позиции на какой-то негативной новости, которая на самом деле, вероятнее всего, переоценена, и скоро рынок вернется в свой восходящий тренд. И вторая стратегия – это покупка биткоина на обновлении максимума. То есть мы можем, предположим, что мы находимся с вами в условиях февраля 2017 года, у нас есть максимальный уровень на отметке 1289, и затем мы, находясь уже в апреле, видим, как этот уровень обновляется. То есть биткоин впервые за все время своего существования появляется выше этого уровня. Что следует дальше, я думаю, вы видите сами. То есть после обновления какого-то максимального значения за все время происходит резкое увеличение объемов и взрывной рост в дальнейшем. Повторюсь, эта стратегия была обкатана в течение многих лет на американском фондовом рынке. Так называемые стратегии pump and dump, вы можете их также найти в интернете, либо стратегия торговли дешевыми акциями, так называемыми пенистаками. Далее, вот то, о чем мы говорили, покупка на откате. То есть важно не просто увидеть несколько красных свещей на графике, которые будут говорить о том, что мы находимся в фазе снижения, но важно увидеть первые признаки разворота. То есть с этим, но опять же, если вы, здесь нужно сделать одну ремарку, если вы торгуете долгосрочно, то есть вы просто верите в то, что это будет расти, на самом деле, очень вероятно, что все так оно и будет, то вы просто можете покупать, по сути, в любой момент времени, постепенно усредняя цену, то есть изначально открывать позицию не на весь объем, скажем, на 15-20% от вашего капитала, и постепенно позицию эту, что называется, добирать. Это уже стратегия работы с акциями инвесторов, которые работают на именно долгий срок. Тот же, скажем, Уоррен Баффет, о котором все, я думаю, слышали, величайший инвестор, он поступает именно таким образом, то есть постепенно набирает определенный объем в бумаге каждый месяц, либо каждые полгода покупая ее. И при этом в случае какого-то отката просто увеличивает позицию. Опять же, если у вас есть определенный капитал на резерв, и при этом вы считаете, что рост продолжится, вы, конечно, можете поступать именно таким образом. Вот если говорить о текущей ситуации по биткоин-доллар, то мы видим очень характерную ситуацию. Вот буквально 22 августа была у нас свеча, я надеюсь, вы хорошо ее видите, с очень большой тенью. То есть в этот день сначала мы сходили сильно вниз, то есть свеча была красной на входе этого дня, и биткоин потерял в цене более 500 долларов, и затем весь этот объем на продажу был выкуплен. То есть если даже вы, скажем, далеки от рынков, то здесь логику объяснить довольно просто. Скажем, вы потеряли веру в какой-то актив и решаете его продавать. То есть при этом начинается, казалось бы, нисходящий тренд, то есть вся общая масса трейдеров начинает продавать какой-то актив, скажем, акцию, либо валюту, или биткоин, в нашем примере. Но после этого, против всей этой огромной массы, находится еще более крупный капитал, более крупный участник рынка, который находит в себе силы всю эту ситуацию развернуть в свою сторону. То есть находится какой-то противовес, и весь объем разворачивается в другую сторону. То есть это то же самое, вот если привести пример с автомобилем. Допустим, если он просто стоит на месте, вы сможете сдвинуть его назад легче, чем сдвинуть его, если он едет на вас. То есть здесь аналогичный пример. Тренд идет против вас, как приближающийся автомобиль, допустим, но вы находите силы в себе его развернуть, то есть остановить и даже двинуть в другую сторону. Это вот то, что мы наблюдали несколько дней назад. И обычно в случае такой формации на графике цены можно говорить о том, что тренд будет продолжен, и пока говорить о снижении очень и очень рано. То есть на самом деле мы видим, что после этой зеленой свечи с большим хвостом, с большой тенью, мы видим две зеленые свечи. Сейчас мы вновь приближаемся к максимальным значениям за все время, к отметке в 4,360. Но максимальная отметка была 4,469. И очень вероятно, что мы обновим максимум уже в ходе ближайших дней, поэтому вот эта возможность у вас есть, вполне можно ее использовать уже в ближайшие дни. По вопросу хода в сделку в этот рынок мы отмечали уже в общем чате, насколько я помню, поэтому сейчас пока не буду на этом устанавливаться. Ну, либо можно несколько слов сказать. Обычно от 1000 долларов, это такой минимальный депозит для торговли с низкими рисками. То есть вы можете, учитывая, что в нашей компании есть так называемое предмитное плечо, то есть вам, чтобы купить биткоин, не нужно иметь на счете 4000 долларов в данный момент, а будет достаточно и 400 долларов, потому что используется вот этот, так называемый, рычаг финансовый. Но при этом риски будут несколько больше, чем если вы будете входить с более весомым капиталом. Вот если эта тема кажется для вас сложной, я понимаю, что многие из вас, возможно, не торговали еще через брокера, поэтому будет много вопросов технических, по условиям торговли, по том, что такое кредитное плечо, каким объемом торговать, какой депозит нужен. Пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам в компании, и мы вам все расскажем более подробно, уже не в рамках этого вебинара. Просто отмечу тот факт, что плечо по криптовалюте 1 в 10. Я уже его обозначил. Про разворот тренда вижу тоже вопрос в чате. Сейчас вернемся на график. Что касается специальных условий для зрителей данного вебинара, то нам удалось согласовать с руководством компании специальный еще бонус торговый в размере 25% к депозиту клиентов, которые пополнят счет в ближайшие дни. То есть это означает, что если вы, скажем, пополните счет на 5 тысяч долларов, условно, то получите еще 25% плюсом к вашему депозиту. То есть на счете будет находиться уже 6250 долларов в этом случае. Бонус неснимаемый, поэтому не нужно считать, что это, скажем, кто-то раздает деньги, либо что это какая-то схема малопонятная. Если вы, опять же, не работали с брокером и не сталкивались с торговыми бонусами, я поясню этот момент. То есть сумма бонуса неснимаема, но вы можете использовать данный бонус в просадке, если такая группа появится, либо использовать его для набора позиций по криптовалютам и по прочим инструментам. Теперь возвращаемся. Да, просто при регистрации нужно будет либо сделать специальную пометку вебинар в строке фамилия, имя, либо вы можете написать электронную почту мне в личный чат, либо в общий чат сейчас. То есть мы свяжемся с вами и обсудим все вопросы по дальнейшей торговле. Конечно же, можно торговать без кредитного плеча. Я вижу вопрос, он довольно часто встречается у тех, кто еще не сталкивался с этим понятием. Опять же повторюсь, кредитное плечо само по себе не увеличивает ваш риск. Это очень важно понимать. То есть риск может быть увеличен только если вы берете довольно большой объем позиций. То есть, допустим, у вас есть 5000 долларов на счете, но вы можете купить на них 1 биткоин, а можете купить 10 биткоинов. Конечно, если вы берете 10 биткоинов, ваш риск гораздо-гораздо больше. А кредитное плечо у вас может быть одинаково в том и в другом случае. Опять же, давайте подробно на этом не будем сейчас останавливаться, потому что есть вопросы еще по практической части. То есть вот то, на чем мы хотели сегодня сосредоточиться. Отметим, что о развороте тренда можно будет говорить только после закрепления очень важного ценового уровня. Вот, например, если мы опять же посмотрим на график биткоина дневной, который сейчас у нас перед глазами, то увидим один примечательный факт. Обычно паттерн разворота заключается в следующем. У нас есть какой-то очень важный уровень, который долгое время оставался непробитым и удерживался покупателями. Затем его пробивают, то есть он закрепляется ниже этого уровня. И совершается либо повторное тестирование данной отметки, либо мы сразу уходим вниз. То есть такая попытка разворота была несколько недель назад, еще в июле. Но опять же, вот как только мы увидели несколько больших зеленых свечей, плюс есть понятие «линия тренда», то есть когда мы можем соединить несколько точек на графике. Да, вот эта линия тренда оказалась пробита в данной свече. Я надеюсь, вы видите хорошо данный момент. То есть мы могли говорить о развороте тенденций. Опять же, если вам интересен вопрос технического анализа и того, как можно предсказывать движение по криптовалютам и прочим активам, рекомендую обратиться к специалистам нашей компании. Мы детально расскажем. На этом еще останавливаться в ходе данной трансляции уже не будем, потому что наше время подходит к концу, к сожалению. Далее. Для того, чтобы понять, каким может быть сценарий разворота, можно просто посмотреть историю. То есть то, как биткоин разворачивался раньше. И если мы это сделаем, смотаем график на много-много месяцев назад, то увидим, что было два сценария. Вот сейчас мы находимся примерно в такой ситуации. Точнее, даже вот в такой скорее. То есть мы видим взрывной рост. Казалось бы, расти дальше некуда. Но после какой-то коррекции мы видим, что актив обновляет опять же свой максимум и увеличивается не просто на несколько десятков процентов, а он увеличивается во много раз. То есть вот нечто подобное мы можем видеть и сейчас. То есть казалось бы, расти дальше некуда, но затем цена может увеличиться просто в несколько раз. И причем очень интересное наблюдение было сделано одним из аналитиков американского рынка. он посчитал во сколько раз каждая волна вот этого роста себя показывает. То есть во сколько раз увеличивается биткоин каждый раз после снижения. То есть допустим, он стоил, скажем, 10 долларов, стал стоить 260. То есть увеличился в 26 раз получается. Правильно? Затем он стоил, скажем, после коррекции 58 долларов, стал стоить около 1000. Причем посчитать можно. То есть есть некая закономерность. Каждый раз биткоин увеличивается в определенное количество раз. И вот если следовать этой логике, то окажется, что потенциал роста биткоина сейчас находится на отметке примерно 7-8 тысяч долларов как минимум. Поэтому, опять же, пока не стоит сбрасывать со счетов те движения, которые происходят. И ни в коем случае пока не стоит пытаться продавать данный актив. Потому что, опять же, есть такое утверждение, что торговать против тренда ни в коем случае не стоит. Вот если мы говорим о текущей ситуации, то наш важный уровень находится на отметке в 3 тысячи 900 долларов. На дневном графике вы можете его видеть. И если только мы закрепимся ниже него, то будут первые сигналы к тому, что, возможно, стоит продавать биткоин. Далее. Хотелось бы провести буквально краткий обзор других криптовалют, которые у нас есть. Если мы поговорим про эфир, то на 4-часовом графике цены мы видим, что после снижения, после нисходящего тренда, точнее, некой коррекции от прошлых движений, мы находимся в условиях уже роста довольно долгое время, с 13 июля. Есть так называемый ценовой канал, то есть вот мы можем его построить, пусть он может быть несколько поспешным, сейчас он и построен, да, и не точно, но тем не менее он явно виден на графике. То есть опять же мы говорим о том, что в ближайшие дни, вероятнее всего, мы подойдем к максимальной отметке, это почти 400 долларов за один эфир. Сейчас мы находимся на отметке 321 доллар за единицу данной криптовалюты. То есть наша первая цель это прошлый максимум, и затем, если мы обновляем данную отметку, то можно будет говорить про продолжение роста. То есть вот такая идея по покупке эфира в ближайшие дни также очень актуальна. Что касается пары эфир-классик, то здесь все более непонятно. Здесь скорее пока нисходящий тренд, либо вот та боковая консолидация, о которой мы говорили. То есть после боковой консолидации, напомню, по криптовалютам следует сильный импульс, вот отчасти, который мы уже могли видеть в ходе вчерашней торговой сессии. Но тем не менее, пока эфир-классик трогать, наверное, не стоит. Если вы не используете портфельный подход, вот об этом, наверное, несколько слов буквально скажу. Дело в том, что очень популярна и востребована стратегия именно портфельного подхода. То есть скажем, что будет с конкретной криптовалютой, например, Ripple, либо Monero, мы знать точно не можем. Она может расти, может корректироваться. Но если мы составим портфель из нескольких криптовалют, то это обеспечит нам так называемый элемент диверсификации, то есть снижение рисков за счет того, что мы просто по метафоре трейдеров раскладываем яйца в разные корзины. То есть такая фраза довольно известная, используемая многими инвесторами. Поэтому мы, купив несколько криптовалют, можем снизить риски и просто ждать, пока какая-то из них резко вырастет в цене. Вот опять же, важный момент заключается в том, что часто мы видим импульсные движения, то есть очень сильный всплеск по криптовалюте и заранее его очень сложно предсказать. То есть, допустим, мы с вами находимся сейчас вот в условиях, скажем, снижения, то есть данной свечи, и затем происходит резкий разворот и дальнейший рост. То есть, скажем, предсказать то, что вот-вот будет перелом тренда и продолжение роста, довольно сложно. Но если мы имеем в нашем портфеле несколько криптовалют, то мы просто ждем, пока какая-то из них вырастет и после этого закрываем позицию либо далее управляем ей согласно нашему торговому плану. Поэтому, вот опять же, наша компания в течение 1-2 недель запустит специальный портфель криптовалют, то есть уже готовый инструмент. Вы просто сможете найти его, как любую криптовалюту, в торговой платформе и открыть по нему сделку. То есть купить его и тем самым участвовать в росте любой из тех криптовалют, которые входят в этот портфель. Что касается Ripple, да, про... Это вижу вопрос в чате. Конечно же, можем обсудить и его, тем более, что есть также о чем сказать. Мы видим, как долгое время по данной криптовалюте наблюдался нисходящий тренд и либо боковые консолидации, но вот буквально несколько дней назад также произошло удвоение котировок, то есть рост более чем на 100%. То есть торгуя без кредитного плеча, вы зарабатываете 100% к сумме, которую вы инвестировали в данный актив. Поэтому, конечно же, перспективы работы с данными инструментами весьма велики. Но опять же, тот информационный повод, благодаря которому Ripple вырос в последние дни, я уже озвучил, появилось исследование о том, что многие банки, общемировые банки используют его уже в качестве метода своих платежей, поэтому безусловно, эта новость будоражила инвесторов и объем очень сильно увеличился по данной криптовалюте. Что касается Litecoin, да, я тоже вижу этот вопрос, сейчас откроем его график. Litecoin на самом деле очень сильно похож на Bitcoin технологически, то есть, по сути, основан на том же коде, полностью повторяет программный код, технологию, и во многом зависит от котировок биткоина, но опять же стоит гораздо дешевле, то есть, если вы, скажем, имеете меньше капитал, да, вы можете на самом деле обратить свое внимание на данную криптовалюту, если мы говорим про технический анализ данного инструмента, то стоит отметить очень важный уровень, опять же, это максимальное значение цены за всю историю Litecoin, это отметка 54.80, ну, или 55, да, плюс-минус, там 10 центов, мы видели отбой от этого уровня несколько дней назад, точнее, вчера, но опять же, учитывая, что общий тренд сейчас восходящий, мы это можем понять по признаку повышения минимальных отметок, да, то есть, вот, линия довольно легко обозначить, можно легко ее обозначить на графике, и, учитывая, что тренд восходящий, мы вполне можем обновиться, это максимальное значение уже в ближайшие дни, я бы, на самом деле, пока Litecoin не трогал, есть более интересные торговые возможности, которые мы обсуждали, а начал бы его покупать после преодоления отметки 54.80, то есть, опять же, наша стратегия, давайте посмотрим, как она работала на истории с Litecoin, вот абсолютно такая же ситуация, посмотрите внимательно, у нас есть две вершины, то же самое, что сейчас, я обозначу желтым цветом, потому что это очень важно, вот первая вершина, и сейчас обозначим вторую вершину, то есть, долгое время Litecoin не поднимался выше 33 долларов за единицу, и затем произошло обновление этого максимума, и мы увидели практически удвоение котировок, ситуация с ростом более чем на 100%, очень часто повторяется, по фиктовалютам, на самом деле, это можно использовать, то есть, то же самое мы можем увидеть и сейчас, у нас также есть две вершины, вот они видны невооруженным глазом, раз, и вторая, поэтому, опять же, при обновлении данных отметок, у нас будет реализовано то же самое предположение, что и вот сработало ранее. Да, те, кто успел войти по 0.15, по Ripple, это отлично, с этим вас могу только поздравить, поэтому, в целом, наше время сегодня уже подходит к концу, основная цель, которую мы преследовали, заключалась в том, чтобы вы для себя узнали возможность работы с криптовалютами через брокерские компании, не зацикливались на только сугубо криптовалютных площадках, в тех же биржах, например, и, опять же, мы последовали цель вас заинтересовать самой работой с криптовалютами, потому что, если вы ранее все-таки с ними еще не сталкивались, либо только начали изучить эту тему, вы должны понять, что это то, что может на самом деле очень сильно повлиять на ваш доход. Ну, опять же, не хотелось бы здесь какой-то элемент включать рекламу, то, что вы можете стать миллионером за несколько дней и так далее, все это, конечно же, не совсем так, требуется тяжелая работа, но те возможности, которые есть, вы могли видеть сегодня. На самом деле, цена этих активов изменяется очень быстро и очень сильно, то есть, на этом можно заработать, и это можно использовать в качестве дополнительного источника дохода. конечно же, это все законно, потому что, опять же, мы говорили о вопросах регулирования, в том числе нашей компании, о вопросах легитимности правовой сферы, вы можете, опять же, обратиться к специалистам компании Амаркетс, мы обязательно вам об этом все подробно расскажем. Напомню, что мы решили пойти на специальную меру, и тем, кто сделает, откроет торговый счет, сделает пополнение реального счета в течение сегодняшнего и завтрашнего дня, мы предоставим специальный торговый бонус 25%, то есть, та сумма, которую нельзя снять, но можно использовать в торговле, и всю прибыль с этого использования вывести. Помимо этого, вы можете получить нашу авторскую книгу, которая уже закончена, мы выпустили небольшой сборник, который включает в себя абсолютно все вопросы по криптовалютам, которые есть в данный момент времени. Там будут рассмотрены несколько торговых стратегий по работе с криптовалютами, поэтому данное издание может стать вашим, вы можете одни из первых его получить. Для всех остальных наших клиентов мы выпустим, точнее, анонсируем его в течение двух-трех недель, вы можете получить его гораздо раньше. Поэтому просто проходите регистрацию на сайте нашей компании, у нас есть темо-счет, поэтому не обязательно сразу, скажем, открывать какую-то сделку на реальном счете, вы можете все протестировать на демо-счете и понять, как это работает, опять же, оценить работу с торговой платформой MetaTrader 4. Также отмечу, что подобные мероприятия мы будем проводить регулярно. Сегодня у нас стартовое событие, стартовый вебинар, поэтому мы очень кратко рассмотрели большинство вопросов и не остановились подробно на очень важных моментах, в том числе, например, фундаментальные анализы, те новости, которые могут нас ожидать в ближайшие недели. Поэтому уже через неделю вы можете вновь с нами встретиться и обсудим уже какую-то более точечную тему после вот этого вводного вебинара. Опять же, следите за анонсами на сайте omarkets.org и там обязательно будет информация о дальнейших наших мероприятиях по криптовалютам. Ну и плюс, конечно, повторюсь, мы все специалисты компаний доступны в режиме телефонного звонка, онлайн-чата либо почты, поэтому любые вопросы по торговле, по регулированию, по анализу криптовалют можно будет с нами обсудить и прийти к какому-то решению по дальнейшей работе. На этом на самом деле все, мы уже на 15 минут превысили те рамки, которые обозначили изначально. Возможность встречи в офисе также существует, конечно же, можно ее обсудить дополнительно в ходе общения по телефону либо через почту. Надеюсь, что для вас было полезно то, о чем мы сегодня говорили, надеюсь, что у вас появился какой-то интерес к сфере криптовалют, вы хоть что-то сумели понять, потому что тема на самом деле довольно сложная технологически, но просто в практическом применении. То есть, еще буквально несколько предложений скажу о том, что мы изначально не знали, как работает интернет, но все им пользовались. И вот здесь то же самое, по сути, мы пока еще может быть не до конца знаем, как работает сфера криптовалют, но мы можем ей пользоваться уже сейчас. Поэтому желаю вам получить как можно больше знаний в этой сфере, а самое главное применять их на практике. На этом все. Всем спасибо. Если кому-то потребуется запись вебинара, она также велась, мы можем вам ее направить. Хорошего вечера, всего доброго и до новых встреч на наших вебинарах. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok